Пенсии немцев не изменятся. Молодёжные организации не хотят оплачивать чужую безбедную старость. Нападение на банк в Москве. Шестеро заложников освобождены, ограбитель застрелен. Почтальоны, садовники. В Финляндии сотрудники почты разносят письма, дистрибут газоны. Классический кинематограф против виртуальной реальности. Стивен Спилберг предупреждает об опасности виртуального кино. Увеличивать пенсионный возраст не будут. Министр труда и социальных дел Германии пообещал это на встрече с молодёжными организациями. Пенсионный вопрос с недавних пор острая тема для немцев. С одной стороны, власти хотят оставить пенсии на прежнем уровне и не уменьшать их. С другой, обсуждают изменения пенсионного возраста в связи с увеличением продолжительности жизни. Обсуждают также и возможность увеличения пенсии за счёт введения надбавок. Однако молодёжные организации подчёркивают, что, скорее всего, нынешние налогоплательщики поддерживать такую инициативу не захотят. Мы хотим, чтобы пенсия была безопасной для молодёжи, чтобы они понимали, за что платят сегодня. И пенсию получали те, кто заработал её раньше. Важно, чтобы нагрузку справедливо распределяли между поколениями, а не вешали только на плечи современной молодёжи. Работодатели уже предупредили федеральное правительство, что они категорически против роста и сдержек, связанных с изменением пенсионной политики. Уже сегодня на дополнительные пенсионные расходы нужно 28 миллиардов евро. И это при условии, что уровень пенсии будет заморожен до 2029 года. Ассоциация работодателей электротехнической промышленности, по заказу которой были проведены социсследования, призывает федеральное правительство отказаться от пенсионных бонусов и доплат. В исследовании речь идёт о том, что молодёжь готова отказаться оплачивать пособия для нынешних пенсионеров, потому что им нужно думать о своих детях и внуках. Вооружённое нападение на банк в Москве, мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пистолет, вошёл в отделение Московского кредитного банка на востоке столицы около девяти вечера и потребовал выдать ему деньги. Лицо нападавшего было прикрыто маской, и он заявил, что в здание подложено взрывное устройство. Сотрудники учреждений успели нажать тревожную кнопку, тем временем нападавший забаррикадировался с ними в офисе. Всего в заложниках оказалось шестеро сотрудников банка. На место события немедленно прибыли бойцы спецотряда быстрого реагирования и группа взрывотехников. Движение транспорта вокруг места происшествия перекрыли. В результате переговоров с налётчиком сотрудники банка были освобождены, а вооружённого грабителя застрелили. Сейчас место спецоперации оцеплено. Там работает следственная группа и взрывотехники, которые проверяют здание на наличие взрывчатки. Более 150 человек пропали без вести после двух оползней, сошедших в центре Шри-Ланки. Официально власти сообщают о 35 погибших, но их число, по словам спасателей, может сильно возрасти. Оползни сошли после трёх суток непрерывных проливных дождей. Под толстым слоем грязи оказались по меньшей мере три населённых пункта. Спасатели ищут погибших и выживших. Обильные осадки привели также к сильным наводнениям. Почти 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Несколько сотен местных жителей перевезли в безопасные места на вертолётах. На Шри-Ланке сейчас сезон южных муссонов, длящийся с мая по сентябрь. Перед этим в течение нескольких месяцев население острова страдало от сильной засухи. Почта Финляндия ввела для своих клиентов новую услугу. Почтальоны теперь будут не только разносить корреспонденцию, но и стричь газоны по желанию клиентов, сообщает местная телекомпания. Услуга вызвала интерес по всей Финляндии, но точного количества заказов почта не намерена разглашать. В управлении предполагают, что больше всего заказов будет в летние месяцы, особенно в июле. Стрижку газона можно заказать с середины мая до конца августа. На почте уточнили, что услуга заинтересовала, в частности, людей, которые проводят лето на даче, и у них нет возможности стричь газон дома. Также дети заказывали стрижку газона для своих престарелых родителей. Предоставление услуг по стрижке газона является частью расширения деятельности почты. В будущем через почту можно будет заказать также охранные услуги и, например, услуги по уходу за престарелыми людьми и инвалидами. Пока на набережной Круазет перед фотографами позируют голливудские звезды, в небольших Каннских кинотеатрах в рамках фестиваля идут показы фильмов совершенно нового формата – виртуальной реальности. Режиссер Эрик Дарнелл представил зрителям анимационную короткометражку «Вторжение». По сюжету неудачливые пришельцы пытались захватить вымышленную планету, но в результате их перехитрил кролик. «На мой взгляд, это не просто некое дополнение к кинематографу. Это отдельная технология, о которой нам столько еще всего предстоит узнать», – говорит режиссер. «В фильме ты стоишь на льду. Кролик знает, что ты там. Ты становишься персонажем истории. Все снято одним планом, нет монтажа, как в обычных фильмах. Ты сам себе оператор. В кадр попадает то, на что ты смотришь. Это совершенно новый язык». По словам Эрика Дарнелла, будущее кинематографа за фильмами, снятыми в виртуальной реальности. С ним согласна и режиссер Милеца Зек, представившая на фестивале картину «Гигант». «Нужно помнить, угол обзора у зрителя 360 градусов. Кроме того, режиссер должен привыкнуть, что он не контролирует происходящее на экране. Мы не можем предугадать, куда именно посмотрит зритель. В обычных кинотеатрах перед тобой есть экран, но в виртуальной реальности зритель как бы находится внутри экрана и полностью погружается в происходящее». Режиссер Стивен Спилберг привез в Канны свою новую картину «Большой и добрый великан». По его словам, виртуальная реальность будет становиться все более популярной, но в этом могут таиться свои подводные камни. «Мы вступаем в очень опасную эру виртуальной реальности», — говорит режиссер. «Единственная причина, почему я считаю ее опасной, — потому что она дает зрителю большую свободу. Он может не следить за сюжетом, а сам решать, куда ему смотреть. Здесь самое опасное — не потерять нить истории, когда вокруг тебя виртуальный мир, в котором можно делать все, что пожелаешь». Фильмы, снятые в виртуальной реальности, пока что экзотика, но режиссеры уверены, в скором будущем они станут совершенно привычным делом.